Величество Хоккей 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 В его судьбе был, наверное, один единственный случай, который с большой натяжкой можно сравнить с неким процессом торможения. Тренеру детской команды совершенно не нравилась яркая индивидуальная игра Макарова. И Сергей в сердцах ушел из команды. Требования тренера заключались в том, чтобы заставить ученика забыть обо всем, кроме передач партнеру. Это была тщетная попытка переделать хоккейную личность. Но, как говорится, нет худа без добра. Этот случай только приблизил зачисление Сергея в основной состав Челябинского трактора. А сам факт попадания любого челябинского парня и Сергея в частности в основу был по тем временам пределом мечтаний. Тренер сказал, что я виноват, что мы неудачно выступили. Я как молодой был энергичный, злой. Я бросил ему форму под ноги и сказал, что я ухожу в футбол. Потому что в футболе я тоже уже выступал за сборную Горано города и республики. Тогда были такие соревнования среди Горано. В коллекции Сергея Макарова огромное количество медалей, кубков за победы в самых разных турнирах и чемпионатах. Только 11 золотых медалей чемпиона Советского Союза. Но первая большая победа пришла к нему в 77 году. Бронзовая медаль за третье место в чемпионате Советского Союза в составе Челябинского трактора. Челябинск город удивительный. Он подарил нашему хоккею такое количество выдающихся мастеров, что из их числа можно было составить не одну сборную. Макаров из этой когорты. Прекрасный наставник трактора Анатолий Михайлович Кострюков сразу понял, что в игре Макарова ломать ничего не надо. Его потенциал лишь необходимо правильно использовать в командных целях. Не было это секретом и для Виктора Васильевича Тихонова, когда Макаров перешел играть в ЦСКА. Смысла не было переучить, потому что парень уже был, ему был, когда он пришел в команду, ему было 21 год или 20 лет, он уже был в основном сформировавшийся. Просто здесь нужно было к нему подойти нормально, то есть не портить то, что у него уже было его фирменные какие-то финты, фирменное катание, а просто немножко его отшлифовать. Тихонов не мешал Макарову импровизировать и в то же время, как опытный конструктор, определенным образом выстраивал игру звена. Поскольку нельзя в первую очередь в обороне, а в хоккее, как мы знаем, обороняются не только защитники, но и нападающих, нельзя играть на сплошной импровизации. Здесь должна быть четко отработанная схема. И здесь чувствовалась рука Тихонова. Макаров спортсмен, который всегда был благодарным учеником. Он называет себя счастливым, потому что ухватил хвост кометы. Успел поиграть в одном составе с великими Михайловым, Петровым и Харламовым. Он учился у них, нет, не подражал, это было бы делом бесполезным. Как губка впитывал в себя отношения к игре, умение выплеснуть на лед всего себя, вне зависимости от того, против кого играешь сегодня. Наблюдал за ними и понимал, хочешь чего-то добиться, надо пахать на льду, как они. И надо при этом сохранять свою стилистику игры, чтобы тебя узнавали по почерку, по манере кататься. Он ведь именно за этим и пришел в ЦСКА, хотя приглашали Сергея и в другие команды. Брат мне учил, что если ты уже выбрал это как профессию, то не надо не бояться, то есть ты должен их уважать вне поля, а на поле ты должен делать то, что ты умеешь, несмотря на что. И это мне очень помогло, вливаясь в все новые коллективы, не только ЦСКА, а дальше профессионалы. Мне это всегда, то есть я играл так, как я умею играть. Макаров обладал таким классом, который позволял ему на льду чувствовать себя очень уверенно. И с другой стороны, его уверенность давала ему возможность делать на льду все, что он хотел. И мне думается, что он никогда не комплексовал ни перед соперниками, играя за Челябинский трактор, и тем более не испытывал никакого комплекса, когда пришел в ЦСКА. Не испытывал он этого комплекса и в играх за сборную. Уже на втором своем чемпионате мира в 1979 году был признан лучшим нападающим первенства. Его приход для большинства зарубежных специалистов ничего хорошего не предвещал. Он означал, что у советских великих мастеров есть достойная смена. Кто-то из немецких журналистов говорил, что клюшка в руках Макарова превращается в волшебную палочку, и кажется, что этот форвард в состоянии любое свое желание воплотить в гол. Недалек был от истины этот журналист. Его отличала какая-то молодецкая удаль в игре. Высочайшая техника, просто филигранная техника. И удивительное катание на коньках. Меня поражало, как он развивает скорость не семеня ногами, как это было принято тогда, вот со старта. Он как бы в накат шел, но у него была очень высокая скорость. И главное, игровое мышление. То есть для молодого 20-летнего парня это было поразительно. Он такой был мобильный игрок, и вперед, и назад успевал. Он успевал атаковать и хорошо очень помогал своим защитникам. Поэтому Виктор Васильевич выпускал его часто при игре в меньшинстве. Каждый выход Сергея Макарова на лед был сродни военным действиям под лозунгом «Прикрой атакую». Кто-то может утверждать, что Макаров избегал силовой борьбы. Да она ему просто была не нужна. Это защитники пытались физически остановить Макарова. А его задача была на скорости в вихревой атаке оставить соперника в дураках. Захочет бросить, мало не покажется. Нужно передачу сделать, будьте любезны. Только подставляй клюшку и забрасывай. Мышление нестандартное. И главное, оптимально верное. Пас идеальный. Чувство партнеров такое, что кажется третьим глазом обладает. Или какими-то другими чудо-средствами. За счет катания, за счет того, что он мог вовремя сбалансировать и раскачать защитника, он просто находил свободное место и использовал его для того, чтобы уже атаковать ворота. Макаров относился к числу необычайно одаренных импровизаторов, которые сами не знали, что они сделают в следующую секунду. Но они делали то, что не приходило в голову ни одному из 13 тысяч зрителей Лужников, никому, кто находился за бортиком, никому из соперников. И только партнеры догадывались или чувствовали, что в следующее мгновение должен сделать Сергей. Руки и все его движения, они как бы были связаны, ну, единым целым. Он прекрасно мог обыгрывать за счет, может быть, вот какого-то неуловимого движения плеч, головы. То есть это какой-то был особый стиль такой, нехарактерный, может быть, для остальных мастеров. И практически, казалось бы, элементарные вещи, но защитники на это попадали. Его первый олимпийский опыт пришелся на 80-й год, на несчастный для нас Лейк Плессид. Перед этими играми практически все специалисты спорта утверждали, судьба двух золотых наград известна на 100%. Первая медаль будет в фигурном парном катании у Ирины Родниной и Александра Зайцева. А второй комплект гарантированно должен достаться сборной СССР по хоккею. Но олимпийские игры – это сценарии и интриги, несравнимые ни с какими бы то ни было соревнованиями. Проигрыш американским студентам можно именовать и траги фарсом, и комедией ошибок, и несчастным случаем. Но что имеем, то имеем. Первое олимпийское золото пролетело мимо. Мы настраивались не на американцев, хотя, когда Виктор Васильевич говорил, с ним нельзя, потому что это все-таки они хозяева. И, наверное, может быть, не до конца как-то дошло до нас, как-то до этого. Но слишком мы легко их в Нью-Йорке обыграли до Олимпиады. Поэтому, наверное, две игры, и поэтому так легко все это нам удалось. И, наверное, недооценили, наверное, всю такую команду, хотя она уже показывала до нас, что они прилично играют и выступают, и обыгравшие всех тогда грандов хоккея. Как-то, наверное, все-таки, наверное, не дошло до нас то, что мы, пропуская, думали, что мы все равно забьем, догоним, как это обычно. И потом паровоз ушел уже, и все, пояс ушел, и мы не успели их догнать. Зато успели сделать это на розыгрыше первого Кубка Канады. И не в последнем вагоне расположились, а в штабном. Тогда Виктор Тихонов явил миру новое смертоносное хоккейное оружие. Великую первую пятерку. Фетисов, Касатонов, Ларионов, Крутов и Макаров. Это был их дебют. Сколько будет написано, сказано об этом уникальном образовании. Сколько простого болельщицкого счастья подарили они нам всем. А тогда... Возвольте вам представить участников сегодняшнего матча первые стартовые составы. Владислав Третьян. Он как и играет под номером 20 в команде, да и в нем во всем мировом хоккее. На сегодня он номер первый. Это признают все. Крутов Владимир. Обладает резким мощным образцом. Киснищен. Умело применяется обманное движение. Вместе с ним играет Игорь Ларионов. Депутат спорный. Игрок умный, расчетливый. В этом сезоне будет наступать за СССР. И Сергей Макаров. Один из лучших игроков современного хоккея. Был призван лучшим в Евросоюзе. От представителей теперешнего хоккея часто приходится слышать, что гранды 70-х, 80-х годов в нынешних условиях затерялись бы на площадке. Они ничего не смогли бы путного показать, потому что хоккей сегодня это хоккей жесткий, агрессивный, темповой. Но ей-богу право, вспоминаю игру Сергея Макарова и рядом с ним не могу поставить ни одного из грандов хоккея нынешнего. Причем ни в одном из компонентов игры. Когда он начинал играть за сборную, в 78-м еще не было легендарной пятерки. Но уже тогда создавалось устойчивое впечатление. Макаров в состоянии прекрасно понимать любых партнеров. И они чувствуют Сергея так, как будто вместе провели на льду не один сезон. В пятерке, созданной Тихоновым, это взаимопонимание достигло каких-то действительно необъяснимых высот. При том, что каждый из них на льду был не просто яркой индивидуальностью, а чем-то больше, это был механизм, действовавший безотказно. Макаров говорит, что по обмотке клюшки, по скрежету коньков по льду они узнавали друг друга и знали, каким будет следующий маневр. Куда делать передачу или куда открываться? Мы, наверное, первая, единственная пятерка, которую провели, наверное, вместе. Много времени вместе. И появление этого третьего глаза, наверное, от того, что мы и тренировались, и играли вместе пятером. Я не думаю, что в мире существовала другая такая пятерка. Тройки были великолепные. Но здесь пять игроков, которые чувствовали дистанцию, чувствовали партнера, чувствовали момент, когда нужно подключиться, отдать. И поэтому с ними справиться было невозможно. Любой мог сыграть в обороне, как в атаке. Макаров не очень любит отвечать на вопросы о заброшенных ворота соперника шайбах. Не очень любит смаковать эти ситуации. Один раз как-то воскликнул. Хоккей же игра командная. Какой-то свой личный поступок. Забитая шайба растворяются в победе или поражении коллектива. Да, играл, да, забивал, пахал, работал. За это и награды получать. Что тут вспоминать? Нет, конечно, вспоминать необходимо. Но самым ценным в данном ответе Макарова являются его слова о коллективе. Их пятерка и была особым коллективом в организме сборной, перед которым всегда стояли сверхзадачи. Даже если у всей команды не ладилось, мы верили. Сейчас выйдет первая и забьет. Они приучили нас к этому. Вера ведь не возникает на пустом месте. Тем более вера в победу. Это была по-настоящему первая пятерка, которая могла спасти тогда, когда спасение казалось невозможным. И Макаров был одним из тех, кто абсолютно хладнокровно, абсолютно спокойно выглядел, как на первых минутах матча, как в ситуации, когда ЦСКА вел с перевесом 8-10 шайб, так же, когда счет был ничейным и до конца матча оставались какие-то считанные секунды и выходило на площадку звено Ларионова и решало судьбу матча. Перед Олимпийскими играми в Сараево многие наши соперники, те же чехи и шведы, считали, что на этих играх у них есть шанс отодвинуть нашу сборную с первой ступени пьедестала почета. Они думали, если это удалось 4 года назад сделать американским студентам, почему бы не попробовать и нам? Кто помнит, подтвердит. Этот турнир был одним из самых напряженных в истории мирового хоккея. Советская команда шла к финалу, может быть, без присущего ей блеска, но очень точными уверенными шагами, при этом аккуратно, как бы не оступиться. Очень не хотелось дважды наступать на одни и те же грабли. После 80-го года мы готовились к 84-му году. То есть чемпионаты мира для нас не так важны были, как подготовка Олимпиады. Поэтому тяжело было именно психологически, то, что мы не можем проиграть. Поэтому тяжело очень. Это очень тяжелая была Олимпиада, все со скрипом. У нас там ни одного легкого матча не было. В главном матче турнира наша команда сошлась лицом к лицу со сборной Чехословакии. Игры с ними всегда были полны драматизма и непредсказуемости. Чехословакии еще помнили решающий матч в Инсбруке в 76-м, когда шайбы Якушева и Харламова принесли нам четвертое подряд Олимпийское золото. Им не суждено было одержать победу и в этом финале. Два гола Александра Кожевникова и Владимира Крутого подняли нашу команду на вершину. Макаров не забил. Но помните его слова о коллективе. Забила первая пятерка. Выиграла сборная СССР. А значит, он вместе со всеми свою задачу выполнил. Это было доказательство того, что мы по-прежнему сильны. И что наш хоккей настолько велик, что он не позволит себе оступиться дважды. В принципе, это всегда связано с какой-то определенной стороной такого, ну что ли, чистолюбия, самолюбия. Вот на этом играли, были какие-то лозунги. Очень разве был патриотизм в то время, это понятно. И помимо всего прочего, вот это были дополнительные какие-то стимулы для нас, для того, чтобы побеждать, доказывать. Да, без сомнения, в 80-е годы в мировом хоккее существовала только одна звездная пятерка. Фетисов, Касатонов, Ларионов, Крутов и Макаров. Было такое впечатление, что внутри этого сплоченного коллектива они славу и лавры разделяли, как принято говорить, согласно купленным билетам. Судите сами, Сергей Макаров становился лучшим хоккеистом страны в 1980-м, в 1985-м и в 1989-м годах. Почти с равными промежутками. А еще он трижды становился лучшим нападающим планеты, а дважды в 83-м и 86-м годах выигрывал звание лучшего бомбардира чемпионатов мира. Не было турнира, чтобы игроки первой пятерки не признавались хотя бы в одной номинации под номером один. Директораты крупнейших соревнований заранее могли вписывать в документы фамилии наших игроков. Ошибки бы не случилось. Разве, к примеру, Макаров давал кому-нибудь повод хотя бы раз в жизни упрекнуть его в неуважении к сопернику или зрителям? Я не припомню матча, где бы он позволил себе расслабиться, сыграть какую-то четверть своей силы, может, показать такую посредственную игру. Он всегда собирался, и, в общем, даже когда у него была травма плеча, насколько мне известно, суставная сумка, что-то такое, операция была на плече, он очень переживал, приходил, болел. В общем, все это было искренне, это было видно, заметно, рвался на лед. То есть это человек, который всегда держал свою планку. Я не припомню какой-то игры, чтобы он присытился, чтобы он пренебрежительно отнесся к сопернику. Естественно, каждый старался заявить о себе по-своему. Они много цапались, ругались, но в конечном итоге они стремились к одному. Чтобы стать лучшими. Чтобы их лучшие качества выплеснулись. Посмотрите на эти кадры и получите эстетическое удовольствие от увиденного. Такое, наверное, и жонглёрам недоступно. А ведь это, скорее всего, не показное шоу для кинокамеры. Они так тренировались, они так отрабатывали навыки, чтобы мы потом могли говорить об их игре как о волшебстве. Защитник Сергей Гимаев, многолетний партнёр Макарова, обмолвился, что во время тренировочных двухсторонок играть против Макарова было мукой смертной. Пади догадайся, что он вытворит. А спартаковец Александр Кожевников, многолетний друг Сергея, признался, как тренеры красно-белых перед играми с ЦСКА специальные планы разрабатывали для нейтрализации Макарова. А самому Кожевникову частенько приходилось только и делать, что фалить, дабы не пустить армейца к воротам. Да попытки чаще оказывались тщетными. В течение восьми лет, которых я провёл в ЦСКА, наша пятёрка практически всё время, каждодневно играла на тренировках против этого звена. И мы постоянно были в конфронтации против этой пятёрки, сильнейшей пятёрки мира на тот момент. И это способствовало нашему росту. Поэтому мы прочувствовали, я чувствовал это всё время, как говорится, на своей шкуре. То есть, когда идёт игрок, на тебя атакует, и ты не знаешь, в какую сторону он может тебя раскрутить, это не сказать, что это страшно, но это такой момент, когда ты беспомощный становишься. Олимпийские игры в канадском Калгари не только принесли очередную победу советскому хоккею. Эти игры, плюс ко всему, означали определённую веху в биографии Макарова. Канадцы пытались заполучить в НХЛ наших звёзд. Существует предположение, что руководители отечественного хоккея, Валентин Сыч и Вячеслав Колосков, заключили с НХЛовцами некое соглашение, по которому обещали выезд советских игроков за океан. Тот же Макаров своим многолетним трудом во благо советского спорта такой отъезд заслужил. Его, кстати, канадцы именно в Калгари поставили на драфт. Но вот вопрос, знал ли Тихонов о подобном соглашении? Скорее всего, нет. Его реакция на миграцию хоккеистов за рубеж была однозначна. Не дай бог, Виктор Васильевич увидел бы рядом с тобой какого-нибудь иностранца, это всё. Я разговаривал в Калгари с менеджером тогда, хотя ещё не было ничего определённого, спрашивали, хотели бы вы, они тоже видели, что наступили другие времена. И стало возможно, по крайней мере, с тобой будут разговаривать. Это уже прогресс. Для них столько лет существования НХЛ, до этого даже разговаривать не хотят люди про это. И сами хоккеисты, и руководство. Произошла такая ситуация, когда, довольно странно на первый взгляд, когда руководители нашего хоккея как бы поддерживали игроков, которые собрались уезжать за рубеж, а тренер сборной СССР Виктор Васильевич Тихонов был категорически против этого отъезда. Сегодня не хочется в подробностях вспоминать, как они уезжали. Надо говорить не об этом. Макаров, как мне представляется, не только играть поехал в Калгари. Он поехал туда ещё и преподавать канадцам, что такое комбинационный хоккей, демонстрировать лучшие образцы. В Сан-Хосе он встретился с Игорем Ларионовым, и их тройка с Гарпин Лёвом была одной из самых зрелищных в лиге. Макаров и на маленьких площадках показывал, как выглядит большой хоккейный талант. Он не зря говорит, что в его жизни мало ситуаций, за которые придётся краснеть. Последние годы в нашем хоккее укоренилась добрая традиция. Под своды дворцов спорта вывешивают стяги с фамилиями великих хоккеистов, как говорится, чтобы помнили. Но в хоккейной истории ЦСКА было такое количество выдающихся мастеров, что дворец спорта армейцев, видимо, придётся расширять. Может быть, поэтому пока не находится место здесь в импелу с фамилией Сергей Макаров. Но спросите у любого болельщика, достоин ли Макаров подобного увековечения. И вам любой ответит на все 100%. Кто-то может сожалеть о том, что Сергей Макаров пока не нашёл себя на тренерском поприще. Он сам говорил, мол, надо немного остыть от хоккея. Но разве дело, которым Сергей Михайлович занят сегодня, менее интересно или менее ответственно? Он во главе Управления по организации и проведению мероприятий Федерального агентства по физкультуре и спорту. Снова на службе России. Снова защищает честь флага. Как делал это всю жизнь.